Круглые столы Круглые столы Они не очень хорошо оценивают качество автобусных перевозок Мы и сами, которые пользуются автобусами Можем проверить на себе Насколько качественную услугу нам оказывают При том, что постоянно идут цены О повышении тарифов на проезд о том, что автомобильные перевозки, автобусные перевозки являются убыточными и так далее. И, конечно, это все не может не вызвать желание разобраться в ситуации, для чего мы сегодня пригласили в нашу студию следующих гостей. Слева от меня по часовой стрелке Михаил Юрьевич Марушкей, доцентр кафедры транспорта технологических машин, оборудования и логистики Института энергетики и транспорта Северного Арктического Федерального Университета. Олег Владимирович Мишуков, начальник автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры Агентства по транспорту Архангельской области. Следом за ним Илья Владимирович Пинаевский, начальник управления госавтодорнадзора по Архангельской области и НАО, главный госинспектор. Андрей Анатольевич Попов, начальник отдела транспорта и связи Департамента городского хозяйства мэрии Архангельска. Дмитрий Анатольевич Акишев, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Архангельской городской думы. Сергей Владимирович Сергеевский, специалист организационного отдела Федерации профсоюзов Архангельской области. Александр Викторович Ситков, автопредприятие АПАП-1. Вера Саватевна-Дурандина, представитель перевозчика, который называется у нас, который как-то называется. Далее Владимир Анатольевич Леонов, начальник транспортного отдела, завод торговый комплексно-окружной. Вот такие участники круглого стола. Каждый из этих специалистов имеет непосредственное отношение к автобусным перевозкам. И я с удовольствием передаю слово Михаилу Юрьевичу Марушкееву, потому что около года назад САФУ проводил большое исследование, посвященное тому, как горожане, жители области, потребители этой услуги оценивают качество автобусных перевозок. В 2013 году кафедрой было проведено обследование посреди потоков в городе Архангельске. Обследовали 45 маршрутов. Участвовало 60 человек, то есть 50 студентов и 10 преподавателей в этой обработке. По результатам обследования, что можно сказать? Есть нерентабельные, то есть есть неэффективные маршруты. Там, и вот, кто по Андрея Анатольевич может подтвердить, мы им дали рекомендации, какие из маршрутов необходимо закрыть, какие необходимо увеличить количество автобусов, уменьшить количество автобусов. Но главная беда всех посредственных перевозок – это несоответствие транспортных средств условиям города. Вот это у нас там подчеркнута особо. В чем проблема состоит? То есть нет каких-то законодательных актов, которые могут запретить, допустим, использование пазика для городских перевозок. Нет такого закона. Говорят, вот ничего нельзя сделать. Человек купил автобус, и мы что предложили сделать? Перевозчики купили пазики, да? То есть это человек затратил какие-то средства на приобретение этих автобусов. Пока он работает, там 2-3 года эксплуатации, после этого, если человек хочет, что такой закон надо принять, думай, областной ли какой-то, не знаю, постановление, правительство или еще кого-нибудь, которое бы сказало, что в следующий раз, вот если вы хотите принимать участие в перевозках пассажиров, автобус должен быть городской. Потому что с чем столкнулись? Смотрите, инвалид, пожилые люди, пенсионеры, коляски, то есть матери с детьми в пазик попасть не могут. Просто не могут попасть. Сколько случаев было таких, вот ребята говорят, что падает человек, потому что инвалид, как он может подняться в пазике, если у него нет условий, нет, абсолютно. С точки зрения количества автобусов, я думаю, что там у нас есть рекомендации, на многих маршрутах нужно сокращать, конечно, количество автобусов не увеличивать, а наоборот сокращать. То есть надо постепенно переходить на городские автобусы. Это самое главное, что мы сделали. Есть, конечно, некоторые маршруты, которые типа пригородных маршрутов, потому что, допустим, в Соломболе там люди едут от начального до конечного пункта, практически не меняют. Поэтому вот эти маршруты можно оставить и в пазике, допустим, там на Левом берегу, Лайский док, там еще какие-то. То есть такие автобусы, которые мало пассажиров высаживаются, то есть они садятся на одной установке и вылезают в городе. Вот таких автобусов очень много, вот ходят, которые именно работают в таких условиях. Второе, что проблема, это проблема пропускной способности улиц, то есть пробки. Кафедры тоже были сделаны обследования в 2006 году. После этих обследований была сделана реконструкция вот этих улиц. Это Ленинградский проспект, это Троицкий проспект. Но в результате реконструкции у нас было совещание нашего губернатора. Значит, там был такой разговор, что нужно каким-то образом развязывать эти. Но для этого нужно, по всей вероятности, я думаю, что это можно сделать. Вот те горлышки, которые есть на Ленинградском проспекте, которые есть на Московском проспекте, на Водном канале, то есть там позволяет пространство сделать четыре полосы, а не три. То есть сразу снялись бы многие вопросы, связанные с пробками, потому что количество автобусов, особенно в часы пик, то есть не то, что их не хватает, вот люди не могут попасть на работу утром, просто они стоят в пробке. Количество автобусов достаточное, просто они простаивают пробки. То есть вот развязка вот этих моментов. Второе, съезд моста, вот стоит пробки, это мост. Почему не сделать на двух уровнях развязку, это водный канал и съезд моста. То есть так же, как поезд идет по второй, на втором этаже. А внизу эта перекрестка не будет и стоять, машины здесь не будут, а там как раз стоят из-за этого пробка, именно из-за этой развязки. Ну пока так. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. То есть позиция науки, скажем так, такая, что количества хватает, не хватает организации. Организации, совершенно правильно. То есть нужно принять какие-то меры, чтобы автобусы были те, которые требуются для города, а не просто то, что есть. Понятно. Мы так считаем. Ну вот, может быть, как раз Олег Владимирович нам сейчас расскажет о тех мерах, которые предпринимаются или планируются к принятию для того, чтобы улучшить организацию автобусного снабжения. Да, всем здравствуйте. Спасибо за приглашение. Значит, действительно, со стороны органов власти в сфере пассажирских перевозок на территории Архангельской области делается много усилий. Значит, но, к сожалению, может, к счастью, не знаю, не могу сказать, прокомментировать, но, тем не менее, организация транспортного обслуживания населения в соответствии с федеральным законодательством, это 131-й федеральный закон и 184-й федеральный закон, они четко разграничивают полномочия. В соответствии со 131-м федеральным законом полномочия по организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования является полномочиями органов местного самоуправления. Ну, что касается города Архангельская, я комментировать не буду, но, тем не менее, хотелось бы отметить, что на территории города Архангельская по 44 городским маршрутам осуществляется 31 перевозчиком. Значит, эксплуатируемые автобусы преимущественно ПАС. Значит, в 2009-м, в 2010-х годах в рамках федеральной программы на условиях софинансирования из федерального бюджета муниципальному образованию город Архангельск приобретено 46 автобусов марки Илья, стоит большой вместимости. На сегодняшний день используется только для перевозки пассажиров только 22 автобуса. То есть, большая половина, она стоит, скажем так, у забора. Значит, противоположная ситуация у нас на сегодняшний день в городе Северодвинске. Значит, по 21-му городскому автобусному маршруту осуществляют перевозки пассажиров 5 перевозчиков. Значит, эксплуатируемые автобусы, безусловно, есть и ПАЗы, но основная масса – это ЛИАЗы и МАЗы. Это большой и средней вместимости, низкопольные. Как раз то, что говорил Михаил Юрьевич, которые предназначены для перевозки пассажиров на городских маршрутах. То есть, низкопольные, удобные, да? Значит, также в той же, в рамках федеральной программы было приобретено 14 автобусов ЛИАЗ, которые успешно используются перевозчиками, которые осуществляют перевозку пассажиров. Значит, кроме этого, у нас на территории Архангельской области, что касается по межмуниципальным автобусным маршрутам, выполняются перевозки по 84 автобусным маршрутам, осуществляют перевозки 64 перевозчика. В целях безопасной организации перевозки пассажиров на территории как областных, так и муниципальных маршрутах, значит, 30 мая текущего года принят областной закон о транспортном обслуживании населения, который вступил в силу 20 июня 2014 года. Значит, данным законом предусмотрено проведение конкурсных процедур, и, соответственно, при проведении конкурса, как, опять же, отметил Михаил Юрьевич, да, хотелось бы, чтобы на областном уровне эти нормы работали. Значит, нами предусмотрено при проведении конкурсных процедур, как мы, так и муниципальное образование будут предусматривать это опыт работы перевозчика на маршруте, старший опыт работы водителей автобусов, характеристика автобусов, то есть это средней вместимости, малой вместимости, большой вместимости, соответственно, те перевозчики, которые предложат лучшие условия и комфортабельные для пассажиров, тот, соответственно, и с тем и должны заключаться договоры. Кроме этого, когда мы обсуждали проект областного данного закона, да, очень большому обсуждению подлежал и обсуждался вопрос именно наличия в автобусах оборудования, предназначенного для перевозки маломобильных групп населения. Это нельзя сказать, что это инвалиды, к маломобильным группам населения это относятся и старики, дети, беременные женщины, да, то есть это, скажем так, большая часть населения. Естественно, на сегодняшний день, когда мы обсуждали проект областного закона, при его принятии, да, в областном собрании, значит, первый вопрос любой категории граждан, значит, это когда вы замените пазики на комфортабельные автобусы. Никто не говорил там большой вместимости, малой вместимости, но тем не менее пассажиру, который пользуется этой услугой, да, и перевозчик, который предоставляет, с кем заключили договор, соответственно, по нашему мнению и по мнению граждан, да, должен предоставлять комфортабельные условия для проезда. Я, как житель города Архангельска, да, я просто, скажем так, хочу сказать, что на сегодняшний день, да, действительно, это, наверное, можно сказать, бич города Архангельска, потому что, посещая различные конференции, совещания, да, на федеральном уровне, значит, у нас город Архангельск уже прославился как город Пазиков, то есть со стороны наших коллег, то есть это уже, на самом деле, давно уже необходимо поднимать вопрос со стороны муниципальной власти, каким образом проводить конкурсные процедуры, с кем заключать договорные отношения. Значит, мало того, по социологическому опросу, проведенного государственным автономным учреждением Архангельской области Центр изучения общественного мнения, значит, по оценке удовлетворения жителей крупных городов Архангельской области эффективностью работы общественного транспорта, значит, основные вопросы, основные, я хочу отметить вопросы, да, это малая вместимость автобусов, проголосовали и высказали свое негативное отношение, 35% респондентов, значит, большая изношенность подвижного состава, 33-4%, значит, и 53% респондентов считают, что органы местного самоуправления не оказывают никакого влияния на организацию работы общественного транспорта. Ну, я хочу сказать еще то, что на сегодняшний день есть ложь, а есть статистика, значит, и цифры говорят сами за себя. Значит, за 9 месяцев текущего года на территории Архангельской области, значит, произошло 52 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов. Это те ДТП, в которых пострадали люди, то есть погибли, ранены, значит, 32 из 52 ДТП, 32 произошло на территории города Архангельска. Значит, по вине водителей автобусов произошло 31 ДТП, из них 20 в городе Архангельске, то есть большая половина происходит дорожно-транспортных происшествий, в том числе по вине водителя, в городе Архангельске. Значит, и по статистике, это статистические данные управления ГИБДД, ОМВД России по Архангельской области, значит, и 11% причиной, где причиной явилось, это падение пассажиров. То есть мы все видим, мы все ездим, да, являемся как не пассажирами, так и водителями являемся, да, на уличной дорожной сети города Архангельска. Мы видим, как происходят автобусные гонки, да, значит, и, соответственно, пассажиры, вот, тем более бабушки, да, они просто, я не знаю, они в таком экстремальном вождении падают и получают травмы. Значит, и плюс еще 8% дорожно-транспортных происшествий, это столкновение. То есть, понятно, да, печальная статистика. Спасибо, Олег Владимирович, я думаю, что и господа перевозчики смогут рассказать нам про пазики, почему к ним такая любовь или почему они так хороши, и представители городских структур тоже расскажут о том, почему именно Архангельск так в печальную сторону отличается. Я просто хотел бы сейчас еще раз остановиться на том, что вы сказали, чтобы лучше поняли наши зрители и читатели. То есть, за те автобусы, которые перевозят на территориях муниципальных образований, отвечают муниципалитеты за организацию. Совершенно верно. А областная администрация отвечает за перевозки между городами, скажем так, проще говоря. И получается, что примерно треть всех маршрутов – это территория города Архангельска и его пригородов. Спасибо большое. Я передаю слово Илье Владимировичу, который, может быть, как раз расскажет нам и про организацию дорожного движения в том числе. Организацию дорожного движения я вам не расскажу, потому что это, так скажем, входит в компетенцию ГИБДД, немножко занимается другим делом. Я полностью поддерживаю выступивших для меня участников круглого стола. Не буду повторяться. Все вопросы, что они говорили, они актуальны на сегодняшний день. Я хочу немножечко коснуться того, что видно нам, исходя из нашей работы. Значит, вот что говорилось про использование подвижного состава, который на сегодняшний день, я считаю, совершенно не соответствует современным требованиям для перевозки пассажиров в городе. Вот эти пазики, газельки и так далее. Оно есть, оно имеет место. Причем, они имеют место настолько плотно, что бороться с этим достаточно сложно. Значит, организации перевозок, на самом деле, органы местного самоправления должны по закону. На сегодняшний день, ну, давать оценку трудно, но создается такая картина, что на самом деле у нас организация перевозок страдает. Значит, из этого истекает что? Низкое качество обслуживания и аварийность. И аварийность, к сожалению, она из года в год, ну, по крайней мере, она не снижается. Не сказать, что она сильно растет, но она не снижается, а она снижаться должна. Значит, почему, опять же, возвращаемся к поврежденному составу. Ну, большой автобус, понятно, да, он медленнее разгоняется, более плавно тормозит, да и вообще с такими габаритами даже любой водитель будет немножко вести себя по-другому, международной пазики или на газельке. Второе, что в городском автобусе там, на самом деле, намного удобнее, значит, ехать пассажирам, которые не могут на те места сесть, да, а в стоячем положении. То есть там приспособлены для этого автобусы широкие проходы, значит, карманы там, сзади, и против, значит, площадки напротив дверей и так далее. И, на самом деле, они удобнее намного для пользования людей, что уже говорилось, с ограниченными, значит, возможностями передвижения, ну, в том числе инвалиды, там, старики и так далее. Вот, это все есть, есть еще одна причина. Наверное, этот вопрос, кроме меня, здесь сегодня никто бы не поднял, но, исходя из опыта нашей работы, да, мы ходим и проверяем перевозчиков, они вот, наверное, уже сейчас вот сидят напротив, я думаю, да что он тут сейчас будет говорить. Я скажу одно. Самое главное нарушение, которое мы выявляем на сегодняшний день, это нарушение режима труда и отдыха водителей. Водители на сегодняшний день, я не побоюсь сказать, они просто-напросто эксплуатируются перевозчиками. Натуральным образом эксплуатируются, нарушается все и вся. Он выходит в 6 часов и в 22 заезжает обратно. И там, что говорят нам, что там у них перерывы и так далее, это все ерунда. Но при этом я вам еще одно скажу. Очень много, особенно частные перевозчики, это индивидуальные предприниматели, у нас по городу их достаточно много. Мы одни из немногих по северо-западу, за Россию говорить не буду, но по северо-западу, у нас, наверное, больше всего частных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки в Архангельске. В Санкт-Петербурге их практически нет. Там несколько крупных компаний, которые уже это все задавили давно. Но, тем не менее, вопрос не в этом. Вопрос в том, что очень много подвижного состава мелкого, соответственно, нехватка водителей едет. То есть принимаются водители все, они кочуют друг от друга, от одного перевозчика к другому, тот выгнал, а тот принял. А есть еще и такие факты выявляются, когда они работают не посменно сейчас, они работают с утра до вечера. Он день работает, день отдыхает, а когда отдыхают, он идет к другому перевозчику. Такие есть факты, к сожалению. Поэтому, соответственно, дорожно-транспортное происшествие, ну, представьте, водитель, если вы сами за рулем сидели, ну, 2-3 часа это уже прилично, да, а просидеть целый день, а на завтра, не отдохнув, выйти снова, вот вам картина, пожалуйста. То, что касается организации, значит, перевозок, то все-таки есть, наверное, на сегодняшний день одна, так скажем, реальная картина, ну, вернее, реальные, как сказать правильно, возможности определиться и распределить эти маршруты по перевозчикам, все-таки, наверное, проходить через конкурс. Другого, ну, я на сегодняшний день более эффективного метода не знаю. Но при этом, я думаю, что мэрия города, ну, и не только Архангельска, а в том числе и Северодвинска и других городов области, они должны подходить, ну, наверное, таким образом, чтобы брать на подряд перевозчика, да, на перевозку пассажиров, наверное, не до бесконечности, а на какой-то определенный срок, выставлять при этом какие-то определенные условия. Если за этот срок перевозчик эти условия не выполняет, то есть у него есть там достаточное количество аварийных случаев, нарушение законодательства, того же режима труда и отдыха, и использование там, значит, подвижного состава, не того, который предназначен для работы в городе, значит, ну, на следующий период не заключать с этими перевозчиками договора, а брать других перевозчиков. У нас пока вот этой системы нет, она не работает. Можно к вам сейчас вопрос? Давайте еще попозже вопросы зададим, у нас время еще есть. Давайте мы сначала дадим высказаться тогда всем присутствующим, тем более, что речь зашла как раз про конкурсы. Я думаю, что Андрей Анатольевич, наверное, мне кажется, что конкурс уже и так проводится, да, наверное? Конкурс у нас проводится с 2000 года, даже с 99-го. Последнее были внесены, новое положение о конкурсе, оно принято у нас в городской думе было в 2011 году. Сроки там конкретно определены, заключение договора, это 6 лет. Что касается заключения договора самого, то в договоре прописываются, давайте сначала определим, какие полномочия у муниципального образования. То есть есть решение Верховного суда, по которому говорится, что как муниципальные образования, так и региональные власти имеют право контролировать этих перевозчиков зажирского транспорта только в рамках заключенных договоров. Поэтому, соответственно, мы подводили под договора всех перевозчиков, старались, и сейчас вот область будет проводить конкурсы и тоже заключать договора соответствующие. Поэтому в договора у нас включены различные условия, в том числе штрафные санкции за невыполнение этих условий. И как крайняя мера это расторжение договора. Что касается подвижного состава, как уже говорили, что у нас в 2009-2010 годах было создано АПАП-1, АПАП-2, куплено 46 автобусов марки ЛИАС, в том числе 7 автобусов из них приспособленные для малоподвижных категорий населения, в виде полясочники, мамы с полясками и так далее, с пандусами, с откидными. Однако практика эксплуатации этих автобусов большого класса в условиях невырегулированности многих вопросов федеральным законодательством и проводимого правительством области тарифной политики приводит к убыточности работы муниципальных предприятий. Тариф на регулярные перевозки и багажа, установленные для Архангельска областным агентством по тарифам и ценам, учитывает затраты только для автобусов малого класса. Это у нас как раз пазики. И не покрывает расходы мупов на эксплуатацию больших автобусов. По расчетам, проведенным на основании методики Министерства транспорта Российской Федерации, утвержденной в 2013 году, для безубыточной работы автобусов марки ЛИАС, архангельский тариф на проезд должен составлять не ниже 35 рублей за одну поездку. При этом, как вы знаете, действующий тариф составляет 18 рублей. При этом хочу сразу отметить, что не надо путать понятие тариф и цена на билет. Они связаны между собой, но они обязательно должны быть равны. Мэрия Архангельска предлагает не повышать плату за проезд жителей, а установить экономически обоснованный тариф, который будет стимулировать перевозчика переходить на автобусы большого класса и обеспечить безубыточную работу как муниципальных предприятий, так и частных перевозчиков, которые будут закупать большие автобусы. Поскольку вопрос регулирования тарифов находится в компетенции правительства Архангельской области, то в соответствии с законодательством, в частности, статья 15 Гражданского кодекса, указ президента Российской Федерации номер 211, то органам госвласти и субъектам федерации рекомендуется предусматривать выделение дотаций при госрегулировании тарифов. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации органы местного самоправления не вправе исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции органов государственного власти в субъектах Российской Федерации. В течение нескольких лет мэрия города Архангельска неоднократно уже обращалась в областное собрание и правительство региона для решения вопроса об ежегодном выделении из областного бюджета средств на покрытие убытков муниципальных автотранспортных предприятий. Ну, как муниципальных, так и частных. К сожалению, у нас сейчас их практически нет. Вот эти убытки, убытки, которые возникают в результате государственного регулирования тарифов. Но тут фраза прозвучала, что у нас Архангельск город Пазиков. Да, я бы так не сказал. Где у нас по России практически во многих городах ходят пазики. Почему они ходят? Я думаю, частные перевозчики сами об этом расскажут. Почему они не закупают большие автобусы? Услышим с их стороны. В тех регионах, где идет политика дотации с областного бюджета, в частности нашего соседа Вологодская область, там из областного бюджета выделяется на пассажирский транспорт более 700 миллионов рублей. Соответственно, там ходят большие автобусы, там приводят все время это в пример, забывая о том, что денежка выделяется. Такая ситуация на сегодняшний день. Понятно. Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Я только для зрителей еще раз поясню. Тариф – это, грубо говоря, себестоимость перевозки, да? Себестоимость перевозки, проезда, вернее, одного пассажира на транспорте. И вот эту вот разницу можно оставить по 17 рублей, можно его сократить, можно чуть повысить. Но если, допустим, 18 рублей будет цена билета, а тариф экономический 35, вот эту разницу область должна доплачивать перевозчику. То есть на данный момент перевозчики возят пассажиров по ценам ниже себестоимости или стремящейся к себестоимости? Пазик, да, себестоимость 18 рублей – это себестоимость проезда на пазик. Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Ну, во-первых, я согласен практически со всем, что сказали двумя коллеги. И это абсолютно все точно и правильно. И городская дума, которую я представляю, знает об этих проблемах, вызовах. И по мере своих возможностей стараемся на это влиять. Ну, это же так получилось, что это не специально сделано. Завтра у нас внеплановая комиссия, по вопросу городского хозяйства, которую я буду проводить. Я всех коллег приглашаю в ней принять участие. Как раз вот именно этот вопрос мы рассматриваем. Перевозка пассажирским транспортом в городе Архангельске, в том числе и работу МУП-1, АПАП-1 и АПАП-2. То есть специально большой раздел «Вопрос» с участием ГИБДД и всех заинтересованностей. Потому что это уже вопрос, проблема назрела, и надо на ее как-то реагировать и коррективы выносить. К тому завтра в 16 часов в городской думе я приглашаю всех желающих. Я думаю, там предметный интересный разговор с какими-то предложениями, выводами будет обязательно. То, что сейчас получается, ну вот абсолютно еще раз повторюсь, я согласен с тем, что было сказано. Я, может быть, повторюсь тоже, но вот на последней сессии я в сентябре говорил, что в Диархангельске он особенный город, и 107 лет назад впервые по Троицкому пошел пассажирский автобус. Самый современный на тот период. Архангельские купцы закупили его на выставке международной в Санкт-Петербурге и запустили его по Троицкому. Немецкий автобус, номер один в мире на тот момент. Через несколько месяцев второй автобус пошел по Троицкому. Только через три месяца после этого аналогичные или похуже автобусы начали ходить в столице, в Санкт-Петербурге, только через год в Москве. Вот даже тогда Архангельский был, впереди планеты всей. Не только по этому направлению. Сейчас, конечно, досадно, прошло 107 лет, выходишь с городом на Троицке и за Сирия Пазиков. И тут много составляющих. Почему это так? Ну, вот коллега Андрей Анатольевич сказал, в первую очередь, по дотациям. Ну, вот то, что мы помогаем, поддерживаем ОПАП-1 и ОПАП-2, и сегодня 46 полученных автобусов, ну, работают на линии, выходят по разным причинам, от 20 до 30, так мы ведь из городского бюджета их датируем. Вот что-то порядка 40 миллионов рублей в год, чтобы они работали, потому что их содержание, безусловно, дороже. И тут никуда не денешься. Если мы, например, будем говорить для всех перевозчиков, а это надо уже сейчас сказать, я попозже скажу, окей, планы есть у города и области по решению внешних признаков, вот решение съездов, количество полос и так далее, чуть попозже. Но надо уже сегодня сказать, что, ну, год, два, плюс-минус какой-то период, но от ПАЗиков все равно придется уходить. Тут вариантов быть не может, уже надо сейчас об этом всем думать и готовиться. Лухо будет, если мы сегодня скажем, что с понедельника ПАЗик его брать, во-первых, это будет незаконно. Вот, то есть с нарушением федеральных законодательств, за это время надо привести правовую базу города и области в соответствие, чтобы ПАЗики, когда плавно ушли на второй план, и чтобы просто предприниматели за этот период новых уже не закопали. А вот этот плановый период, когда они сейчас работают, чтобы они дорабатывали. Как это можно сделать? Ну, например, подвести одно из направлений, я сейчас попробую экспротом. Ну, вот инвалидов, да, большинство ПАЗиков не приспособлено к перевозке инвалидов для перевозки пожилых людей в сушу ступенька высокой, для перевозки родителей с колясками, с одним ребенком, там бывает и двойник, и тройник. По крайней мере, эти правила, одно из направлений можно включать в конкурсы по перевозке. Это да. Но, тогда надо говорить о второй стороне. Вот сегодня себе стоимость 18 рублей для ПАЗиков. Они только-только с концами сводят, постоянно понимают вопрос. И есть антимонопольный комитет, вот есть АПАП-1, есть частные перевозчики около 30. Надо говорить, что вот тот минимальный тариф, который агентство по тарифным ценам утвердит после долгих дискуссий для города, например, Архангельска, ну, вот коллега сказал, что 35 тариф, я думаю, несколько завышен. Их тоже надо немножко корректировать, уменьшать. Например, можно исключать стоимость арендных платежей, которые вынуждены город платить за АПАП-1, АПАП-2. Наверное, можно какие-то городские площади найти и так далее. Там есть резервы для уменьшения этого тарифа. Но то, что тариф будет однозначно больше 18, это да. И тогда надо рассматривать, если вот через 2-3 года этот период быстро воскочен, рычаги компенсации и для муниципальных учреждений, и для частных перевозчиков. И тогда все станет на свои места. Как мы поставим жесткие правила перевозки инвалидов? 1, 2, 3, 4, 5, 10. И вот дальше спасайтесь все за свой счет. Кроме того, я хотел бы добавить, вот Илья Владимирович сказал, что никто не скажет. Я уже об этом говорил на последней сессии. О безопасности перевозок. То, что реально водители 10, 12 и 14 часов перевозят. Это все, чтобы окупить этот тариф. Это понятно, чтобы заработать деньги. У них нет кодекса законов о труде, нет закон о северах, нет полуторной двойной оплаты по ночам, по вечерам, по выходным и так далее. Ну вот спасение утопающих, они так выходят. Если будут правила игры с какой-то определенной компенсацией из городского или областного бюджета для всех участников движения, я думаю, все станет на свои места. Здесь нужна просто политическая воля, большая политическая воля и финансовая составляющая. Без этого, ну, никак тут, в конце концов, не свести. Во всем мире, как бы, многие из нас едут, я бываю в городах по обратилам, городской пассажирский транспорт, автобусные перевозки, дотационные, везде. То есть они нигде не выдают на открытый рынок. Меня, например, всегда раздражало, вот несколько лет назад еще это было, сейчас, слава богу, прекратилось, когда городские чиновники разных уровней на вопрос, а почему вот этот окраинный маршрут вот в вечернее время, в выходной день не используется, а потому что экономически нецелесообразно, вот это вот был ответ, но какая разница. Ну, какое дело, у муниципалитета есть задача и обязанность обеспечивать пассажирские перевозки в городе, это, безусловно, а как это экономически целесообразно, нецелесообразно, это жители как бы не должно успокоить. Теперь о организации, авиационной составляющей, несколько слов. Ну, вот я вхожу в состав рабочей группы по финансированной программе, ну, как ее старым языком называть, областного центра, которая раньше была, в этом году была заморожена, и в следующие годы порядка 500-600 миллионов финансировалось по этой программе, ну, например, по этой программе была сделана, отремонтирована, точнее, вновь построена улица Лучейского, но это нормально, это большой плюс. Вот на следующий год тоже эта программа возобновляется, пусть не в таком объеме, к сожалению, будет поменьше, но в том числе там мы акцент сделали, большой акцент на организацию транспортных перевозок, борьбу с пробками, и потому мы пока предварительно, но уже запланировали, делали заявку на проектирование двухуровневого съезда с Москвы, это порядка 60 миллионов планируем из этой программы на проектные работы по трапе. Вот, как раз основной поток с моста будет во втором уровне, в сторону перевозокзального, а уже который на московский, вправо-влево, это уже в первом уровне, это как бы сильно разгрузит съезд с Москвы, тем более, что федеральная трасса подойдет к 2016 году, к первому кварталу, четырехполосное движение со всеми развязками, и тут, конечно, надо развязку делать. Кроме того, по федеральной программе, почему-то туристического кластера, ну, удалось включить расширение обводного канала от обводного, обводного от Агова-Люксембурга до Бурицкого, наверное, может быть, и даже мостового переезда до четырех-пятиполосного движения, там сейчас три полосы, и у нас есть проект расширения дальше московского, в сторону Смольного-Бояна до пятиполосного. Я думаю, вот эти работы, эти программы в ближайшие два-три года очень сильно сдвинутся, и это есть общее понимание, потому что до них-то просто коллапс наступит в городе, и потому, ну, пожалуй, пока так. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. То есть, получается, что 107 лет назад архангельские купцы вкладывали свои деньги, тогда что же, наверное, автобус стоил немало, вкладывали свои деньги для того, чтобы возить людей, и у них получалось, у них этот бизнес даже расширялся, а сейчас почему-то выходит так, что все надежды и упования связаны только на бюджетные дотации. И я передаю слово на... Ну, может быть, еще последний штрих. У города, конечно, есть возможность, есть рычаги влиять на это, но финансовая составляющая явно недостаточно. Сегодня городской бюджет, ну, порядка 7 миллиардов рублей, вот, ну, он на 80% обеспечивает выполнение тех обязанностей, которые спущены законодательством для городов, для областных городов. Слово сказать, 7 миллиардов, я обозначил, и порядка 22 миллиардов город собирает сборов и налогов. То есть, остальная часть, как бы, через область идет в федерацию, тогда что-то частично возвращает через разные федеральные программы и в какие-то другие направления, субсидии, субвенции. Раньше было, не знаю, как это называется. Потому, наверное, надо в одной пряжке городу, областью собираться и оставить все интересы перед федерацией. И надо вопросов все равно решать. Безусловно. Спасибо вам большое. То есть, 100 лет назад купцам было полегче, у них, с одной стороны, не было государственных обязательств, которые они должны были исполнить нормативов по перевозкам, с другой стороны, может быть, полегче была ситуация с налогами в те времена. Вот очень хочется передать слово на эту половину стола, где у нас сидят представители перевозчиков. И я думаю, что им, конечно, тоже есть что сказать. Я предлагаю, как вежливым джентльменам, вперед пропустить Веру Саватевну, тем более, что у нее был какой-то вопрос. Вера Саватевна. Вот в последнее время сложившиеся жалобы на работу общественного транспорта действительно имеют место. И мы, как перевозчики, часто слышим свой адрес. Жалобы на нашу работу. На некачественную работу. Но давайте, вот правильно Дмитрий Анатольевич сказал, что основной камень предпоминения – это экономика. И жалобы идут только на ту отрасль, с которой хромает экономика. Сегодня экономика общественного транспорта, проще слабо сказать, она нездоровая. Мы катимся потихоньку вниз. Вниз катиться всегда проще, вверх поднять эту отрасль намного-намного сложнее. Я, например, с 1971 года работала в объединении Архангельска-Автотранс. Это было объединение под руководством широких Юрия Осевича, которое объединяло всю сеть нашего региона автомобильного транспорта. А ПАП-1, Северодвинск, Новодвинск, они входили в состав нашего объединения. И вам хочу напомнить, правильно сказали, что всю жизнь это были перевозки планово-убыточные, дотационные. И при компенсации недостающих доходов все время компенсировали с учетом предельной рентабельности в 35%. До 2004 года, в 1998 году, начал формирование рынок. Я сама была у истока формирования этого рынка. Занималась законодательной базой, проведением конкурсов. Поэтому работала в мэрии 10 лет. И знаю этот рынок со стороны чиновников, в данный момент со стороны перевозчиков. Что с 1998 года, когда была утопическая картина в городе с общественным транспортом, когда потихоньку плавал из-за недостаточного финансирования, шел под откос муниципальный транспорт. Но это были объективные причины, поскольку формирование бюджета, недостаток, переходили с социалистической формацией к капитализму. Поэтому, может быть, еще причины недофинансирования муниципального транспорта, они вызваны были дефицитом бюджетов. Но на фоне херения общественного транспорта, в 1996 году в мэрии города Архангельска появилась необходимость привлечения частного транспорта. Это было как выход. В 1996 году, не имея никакой законодательной базы, Чурносов Виктор Николаевич должен был объявить конкурс. Привлекайте всех, звоните, у кого есть служебный транспорт, когда едут, везут своих сотрудников домой, пусть подбирают любого стоящего на остановке общественного транспорта пассажира. Ситуация была такова. С приходом частного транспорта эта ситуация потихоньку стала меняться. Сначала пассажиры с недоверием относились к частному транспорту, потом, со временем, как бы сказать, пассажиры поняли преимущество частного транспорта, в том, что главное было пассажир уехать вовремя. Рынок формировался, мы слышали много положительных в свою сторону этих, как сказать, откликов. Но в связи с тем, что рынок сформировался и, может быть, избыток транспорта появился, с 2004 года областная администрация взяла регулирование тарифов на себя. И стало происходить сдерживание тарифов. То есть наша экономика с 2004 года стала хромать. И объяснялось это всегда одним, что неплатежеспособное население, малоимущее население. И до сих пор при рассмотрении тарифов это является главным аргументом. Все затраты эксплуатационные, которые мы закладываем в сформирование тарифа, они агентствам по тарифам и принимаются. Единственное, что как аргумент потом появляется, вас слишком много, убирайте, и резко тариф снижают. Порой тариф у нас даже не отвечает уровню инфляции. Поэтому ничто так не раздражает население, как плохая работа общественного транспорта. Но сегодня не жалобы идут не на высокую цену проезда, а плохую работу. Обратите внимание, плохая работа. Тариф 18 рублей, он не позволяет улучшить работу отрасли. И представленные нами расчеты сегодня говорят о том, что тариф должен быть не менее 25 рублей на городе. А повышение тарифа на 2-3 рубля не позволит изменить ситуацию к лучшему. И выполнить федеральные законы, которые предписаны, являются обязательным для любой форм собственности в полном объеме. Ну и безопасность перевозки будет страдать, так как при тарифе 18 рублей нам приходится экономить на всем. Поэтому рост тарифа, например, на 2-3 рубля проиндексирует только изменение цен, но не улучшит положение отрасли. По поводу вот этого сдерживания тарифа, и когда с одной стороны я слышу, что пазики не соответствуют требованиям времени, с одной стороны, а с другой стороны при регулировании тарифа нам всегда говорят, что малоимущие населения. Так что мы сегодня хотим? Мы хотим улучшить качество перевозки пассажиров. Мы бы, например, как перевозчики стремились к тому, что уже возить по местам сидения наше население готово. А кто у нас сегодня остался малоимущим населением за бортом в нашем регионе, например? До 8 лет мы возим детей бесплатно, без компенсации выпадающих доходов. С 70 лет людей правительства бесплатную им перевозку, 60 поездок в квартал, это достаточно хорошая перевозка. Потом, большая категория населения у нас ветераны труда, я сама являюсь ветераном труда, из 55 лет я получаю эту компенсацию на проезд в виде монетизации. У нас с вами сегодня остается незащищенная категория, это дети от 8 до 18 лет, которые находятся на их деревне у родителей, не работают. Но в связи с тем, что все-таки идет развитие рынка и у нас инфраструктура в каждом районе развитая, вот дети вот такого возраста, их поездки они не такой большой процент и составляют. То есть, если мы хотим что-то изменить в этой отрасли, то надо все-таки, чтобы преобладание при определении тарифа была экономика, а не политика. Потому что народ уже сегодня не готов ждать, он готов ехать, он умеет зарабатывать деньги и он экономит свое время. Поэтому, может быть, нам с вами немножко пересмотреть подход к тарифам с другой части. Потому что мы-то не просим повышения тарифа только для того, чтобы повысить собственную прибыль. У нас есть объективные причины, вызванные ростом цен на топливо. Вот сейчас за последние три месяца мы тарифы попадали в мае, сейчас за последнюю осень у нас стоимость топлива увеличилась на 25%. А это основная наша статья затрат. Теперь нам необходимо провести инвестацию заработной оплаты всего персонала. Сегодня к нам не идут кадры работать, молодежь уходит, они ориентированы на высокую заработную плату. Поэтому у нас притока молодежи с 2008 года нет. Кадры, которые у нас имеются, они пенсионного уровня. И с каждым годом с выходом на пенсию мы теряем кадры, а притока их нет. А для того, чтобы молодежь пришла в эту отрасль, она должна быть выше среднего заработной платы по региону. Мы считаем, для того, чтобы к нам пошла молодежь работать водителем, это надо заработная плата не меньше 60 тысяч для водителя. Сегодня наша заработная плата, что у кондукторов, что у водителей оставляет желать лучшего. Мы все равно вынуждены уложиться в эти 18 рублей. Мы не можем работать в убыток, экономим на всем, что можем. Сегодня у нас кондуктора, это примерно как низкий медицинский персонал в поликлиниках. На такую маленькую заработную плату идут работать только пьющие женщины, которые есть возможность, она пропьется, выйдет, и ее все равно примут. У нас нехватка кадров не только водительских, но и кондукторов. Поэтому отрасль хромает, и я считаю, как перевозчик изнутри, знаю этот рынок и со стороны организации, что только лишь плохая экономика, это сегодня камень преткновения. И жалобы, они все обоснованы, я со всеми соглашусь, то, что было сказано. Только вот я хотела предостеречь, Илья Владимирович, я обращаюсь к вам. Если проводить конкурсы, и вы говорите, что высвободившихся убрать, они куда денутся? Вы у них лицензию заберете? Или они пойдут открывать новые маршруты и останутся работать на линии? Нет, вопрос-то не в этом. Вопрос-то ведь стоит, и при чем вы лицензию заберете? Нет, нет, но вы говорите, что нужна ротация перевозчиков. Давайте будем тогда, я поверну в другое русло. Есть закон о безопасности дорожного движения, в котором есть приоритеты, которые вы должны, в принципе, знать. И первый приоритет там, приоритет жизни и здоровья граждан над результатом хозяйственной деятельности человека. То есть там деньги и экономическая составляющая ставятся на последнее место, на первое место. Жизнь и здоровье граждан. И вы считаете, что если вот игрок новый придет на этот рынок, он придет, может быть, вообще отношений к какого-то пассажирским перевозкам не имеющие, он придет и он начнет с нуля нарабатывать? То есть я считаю, что тут безопасное движение, оно будет только страдать. Главное, как раз, и надо разбираться. И чтобы вот условия конкурсные, они как раз и предусматривают, чтобы на рынок приходили перевозчики, которые заслуживают этого. А не те, которые постоянно допускают, значит, для работы там водителей, кондукторов там пьющих. Кондуктор, кстати, сейчас имеет тоже очень большое, весомое, она как должностное лицо идет, кондуктор. Не надо это забывать. И он отвечает за многие вопросы. Это помним. Поэтому говорить о том, что мы берем пьющих, это уже как бы при всем честном собрании, это не очень красиво получается. Вы знаете, чего не очень красиво, но это честно. Если мы хотим решить эту проблему, так надо ее зрить в корень. Понимаете? И мы очень жаль, что мы очень редко встречаемся. Вот этим составом надо бы в рабочем порядке, для того, чтобы вы понимали наши проблемы. И мы могли бы вам подсказать, а как мы видим сегодня решение. Вот даже по поводу сегодня пазиков. С такой экономикой нам подвижной состав не поменять. Сегодня, например, мне как на место и нехватка водительских кадров, я бы с удовольствием пересела на автобус среднего класса. Но наша автопрома, она встает от этого. Когда мы со своей стороны работаем с Павловским заводом и говорим, ну, мы, это как всего покупатели, и мы разговариваем не с главным инженером и говорим, вы знаете чего, сегодня назрела марка среднего класса. Сделайте нам автобус где-то стоимостью миллион, полтора миллиона, миллион семьсот, но 70 посадочных мест. Для нас бы это был выход, понимаете, мы бы сэкономили свои затраты, они бы уменьшили затраты, но нас ведь не слышат. Вот, например, может быть, стоит региональной власти выйти на Министерство транспорта и предложить, что нашему региону необходимо 500 автобусов или миллион автобусов среднего класса, задать свои параметры, и пусть бы они работали. Спасибо большое. Я хотел бы вас попросить еще, чтобы вы нам, ну, чтобы люди лучше представляли, вы можете два слова сказать о своем предприятии? Сколько у вас автобусов и какой марки или, может быть, какой вместимости они в среднем, в общем? В среднем. До 2012 года мы автобус относились к предприятию среднего класса, количество подвижного состава у нас было 35 единиц. Сейчас, в связи с экономикой, мы катимся вниз и в настоящее время имеем в наличии 20 пазиков, обслуживаем 64 маршрут. В свое время, в 2012 году, когда при формировании тарифа на 57 маршруте, который мы открывали, и он был очень востребован, у населения они были довольны, наконец-то в центре города без пересадок экономия, время и деньги мы можем попасть в центр города, нам дали 4% рентабельности. Ну и когда вопрос у меня о замене подвижного состава, ты уже считаешь свою экономику, или эти миллионы, 10 миллионов вкладывать это в убыток работы, у нас нет такой возможности. И мы закрыли этот маршрут, и сейчас в нашем арсенале находится 20 автобусов, и мы идем по пути сокращения. Понятно. Это пазики, вот на пазик. Да, да, да. Хорошо. Спасибо вам большое. Я просто, чтобы представляли себе присутствующие здесь журналисты и наши слушатели, что такое автопредприятие вообще сегодня. Владимир Анатольевич, расскажите нам, пожалуйста, про свой взгляд на ситуацию. Я, в общем-то, очень во многом согласен с Верой Саватевной. Она практически все аспекты затронула. На нашем предприятии мы, конечно, возим автобусами большой вместимости, у нас в основном и карусы работают на маршрутах. И поэтому, в общем-то, какие затраты на содержание автобуса большой вместимости, непосредственно, я знаю не понаслышке. Я, конечно, не буду обзвучивать цифры, но убытки нашего предприятия на работе на маршрутах, именно на и карусах, составляют не десятки, не сотни тысяч за год, а миллионы. И поэтому те, которые действующие сейчас тарифы, тоже я хочу на этом остановиться, они полно вообще просто не окупают те убытки, которые несут наши предприятия. Также я еще, здесь можно сказать, что почему мы не обеспечиваем жалобы граждан на некачественное обслуживание. У нас, например, очень остро стоит вопрос с кадрами на предприятии. И основным таким положением является желающих работать, водители автобусов, они звонят, их очень много. Но вот как только начинаешь говорить, что необходимо работать именно на автобусе большой вместимости и карусе, то сразу же народ идет на попятны. Все привыкли к пазикам. Вот это тоже немаловажно. А вот как бы вот еще что могу сказать по этому поводу. Очень много нареканий идет на несоблюдение графикового режима. Ну, здесь основным, конечно, кинтегом является то, что, во-первых, на нашем предприятии это нехватка кадров. Потом, значит, очень у нас маршруты, все как бы пролегают за городом. И все идут в основном, вот кроме девятки, который, 89-го, который ходит на экономию, остальные все у нас идут через наш железнодорожный мост. Вот. А на железнодорожном мосту, сами понимаете, там все время транспортный коллапс. И вот, который автобус у нас выходит, они, допустим, вот доходит автобус до Катунина, разворачивается, и потом, когда идет он назад, он встает, значит, на этом мосту. И, следовательно, следующий рейс, который он должен выйти, уже развернувшись на окружной, он на него или не попадает, или выходит с большим опозданием. Соответственно, начинаются звонки, граждан начинают жаловаться, почему не по расписанию, почему автобус не пошел. Ну, в принципе, вот и все, основное такое. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. И я хотел бы передать слово Александру Викторовичу. У вас, наверное, самое крупное предприятие, да? У нас как раз созданное по инициативе мэрии города, как сказал Владимир Анатольевич, два муниципальных предприятия, МУПОПОП-1 и МУПОПОП-2. Они оснащены автобусом «Илиаз», количество автобусов 46 единиц. Как раз это была благая инициатива мэрии по созданию такого предприятия, для того, чтобы положить за дел улучшение качества обслуживания пассажиров, для того, чтобы, может быть, и частные перевозчики следом тоже начали бы как-то приобретать автобусы. В целом ситуация стала бы меняться. По опыту работы могу сказать, что, в принципе, все, что было сказано, это верно. И Вера Саватевна, в принципе, в основной ворох проблем перевозчиков она озвучила. То есть они лежат, прежде всего, в экономической плоскости. Из-за недостатков федерального законодательства и из-за необъективно ведущейся тарифной политики на сегодняшний момент предприятие, которое работает с большими автобусами, оно неизбежно несет убытки. Это подтверждается не только работой наших двух предприятий и торгового центра на Кружной. Это подтверждается и другими частными перевозчиками, которые за это время автобусы приобретали, но, тем не менее, в течение короткого периода от них отказались и продавали свои автобусы. Мы помним, что работали автобусы на 54 маршруте большого класса. Они проданы, сегодня там работают автобусы ПАЗы, потому что автобус большого класса, он не выдерживает конкуренции в условиях свободного рынка. То есть перевозчик неизбежно несет убытки. Муниципальные предприятия продолжают работать только потому, что муниципалитет поддерживает муниципальные предприятия, выделяют средства на покрытие убытков от работы именно автобусов большей вместимости. Только за счет этого, по сути, предприятие работает. Я хочу в дополнение к уже сказанному обратить внимание на такой момент. Было много очень сказано про то, что через процедуру конкурса на основании областного закона мы должны предъявлять требования. То ли это должны быть требования, связанные с требованием перевозки маломобильных групп или еще что-то. Я хочу обратить внимание на один простой момент. Сегодняшний закон, областной закон по пассажирским перевозкам, он не будет действовать. За его неисполнение не предусмотрено абсолютно никакой ответственности. То есть попытка обязать перевозчика выполнять те или иные требования, она, ну, я не буду говорить с уверенностью, что она не принесет результатов. Я считаю, что создание закона – это, безусловно, шаг по пути усовершенствования работы. Но эффективность такого воздействия будет стремиться к нулю, я считаю. По одной простой причине. Гражданским кодексом предусмотрено возложение обязанности заключать договор, возлагать какие-то дополнительные требования к игрокам рынка только федеральным законом. То есть ни один областной закон не может обязать другого предпринимателя заключать договор либо с мэрией, либо с областным правительством. Это может сделать только федеральный закон, который сегодня отсутствует. Однако есть законопроекты в Государственной Думе, которые как раз призваны для наведения порядка на рынке маршрутных пассажирских перевозок. Законопроект 42.34.27 об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Он разработан еще в 2007 году. В различных реинкарнациях он существует сегодня. Проходил второе чтение в 2012 году, но до настоящего момента он так и не принят. Я считаю, только принятие этого закона может позволить наводить хоть какой-то порядок на рынке пассажирских перевозок. Все остальное без полномочий, предоставленных федеральным законодательством, оно будет, безусловно, благой инициативой, но говорить об эффективности этих инициатив, я считаю, что невозможно. Нам нужно сформировать единое какое-то мнение, нужно сформировать какие-то инициативы для того, чтобы ходатайствовать на федеральный уровень об упорядочении этой работы. Я считаю, что это единственный способ для однозначного наведения порядка. Но у нас проблема перевозчиков, она не только в плоскости именно законодательного регулирования работы игроков, невозможно возложить ответственность за исполнение расписания, схем движения и других моментов, которые определяют по сути качество работы. У нас есть проблема тарифного регулирования. Это не менее важная проблема, я бы сказал, она более срочная, чем та, которую я до этого озвучил. До настоящего момента, за время работы нашего предприятия, повышение тарифа происходило приблизительно на уровень официальных индексов дефляторов, официально заявленных уровней инфляции. Однако стоимость товаров, которые обеспечивают работу транспортного предприятия, она растет значительно в больших темпах. Я вот приведу простой пример, хотя он 2011 года, но тем не менее, я считаю, он показательный. В начале 2011 года топливо подорожало на 40%. Я думаю, вот этот факт, он не прошел незамеченным мимо вообще никого из нашего города, но тариф был поднят в этот год на 7%. То есть мы получили убыток, то есть перевозчики однозначно получают убыток. И от этого регулирования тарифа сегодня страдают все перевозчики, неизбежно это сказывается на качестве работы, неизбежно. Отказываться от работы, я думаю, перевозчики будут в самую последнюю очередь, то есть это бизнес, это взятые кредиты, автобусы берутся в лизинг, человек находится в какой-то вынужденной ситуации, из которой он вынужден исходить. Илья Владимирович говорит, что приоритет безопасности, он первый, и от этого никто не будет отказываться. Но нужно понимать, что экономика может уничтожить все инициативы по безопасности. И я считаю, что нужно думать об защите интересов перевозчиков. Об этом не думали очень давно, и на этот момент никто не обращал внимания всерьез. От этого практически все и зависит. Что касается нехватки сотрудников, я хочу тоже привести такие факты. Безусловно, качество обслуживания пассажиров зависит от нашего персонала, то есть лицо нашего предприятия – это кондуктор, водитель. Сегодня у нас вообще вопиющая ситуация с безработицей. В городе Архангельске официальная безработица зарегистрирована 0,6%. То есть это говорит о том, что свободных рабочих рук просто нет. Для того, чтобы обратиться в центр занятости и привлечь к себе хоть кого-то, хотя бы потенциально специалиста, который готов обучиться и работать, сегодня такой возможности просто нет. Это надо просто однозначно сказать. И это при том, что нормальный уровень безработицы считается для рыночной экономики 6%. Это нормы, выведенные горьким опытом за прошедшее столетие экономистами капиталистических стран, которые над этим бьются, то есть они очень серьезно работают над тем, как снизить безработицу, как урегулировать интересы работодателей, там они защищаются очень серьезно. Один показатель – в Японии безработица 4%. Это при том, что это страна с максимальной кооперацией, то есть там занятость людей, она регулируется самым лучшим образом в мире. Я считаю, вот этот показатель, он как-то должен быть рассмотрен на региональном уровне, Министерством труда может быть вынесен на федеральный уровень. У нас сегодня уже чувствуется наша демографическая яма 90-х годов, сегодня у нас нет новых людей, которые готовы приходить. И ситуация только ухудшится в ближайшие 2-3-4 года. Мы придем к полной катастрофе. Проблему нужно решать уже сейчас. Мы уже испытываем жесточайшую нехватку кадров трудовых ресурсов. Мы не от своих каких-то инициатив и предпочтений обратились за предоставлением квот на иностранных работников. Нам, муниципальным предприятиям, отказано в этом вопросе. Другой способ – это повысить заработную плату. Бездумно просто взять и повысить зарплату. Неизвестно, откуда мы будем ее оплачивать. Готово ли агентство по тарифам учесть повышение зарплаты до 60 и более тысяч рублей водителю. Но это тоже приведет просто к инфляции на рынке. То есть мы переманим работников из строительной отрасли. Они потом повысят тоже свою зарплату. Мы будем заниматься, по большему счету, ерундой. Повышение зарплаты, наверное, требуется. Я не оспариваю этот факт. Но это не способ решения экономических проблем. Я считаю, в этом вопросе должны очень серьезно поработать представители областной власти и Федерального министерства труда. Спасибо, Александр Викторович. Вы говорите об очень масштабных глобальных вещах, которые связаны с изменениями федерального законодательства. Насколько я понимаю, какие-то инструменты есть уже сейчас. Коллеги говорили, Андрей Анатольевич говорил, например, о штрафных санкциях и об отзыве лицензий у перевозчиков, в случае, если они нарушают какие-то правила. Расскажение договора. То есть, существуют же какие-то методы влиять на недобросовестные исполнения? Сам по себе договор, он ведь, по сути, на перевозчика возлагает дополнительные обязанности просто. Человек, который работает без договора, он не имеет этих обязанностей. Соответственно, он не несет расходов, связанных с этими обязательствами. До последнего момента только договором обязывалось оборудовать автобусы навигацией. Сегодня есть федеральный закон, который всех без исключения обязывает это делать. То есть, перевозчик покупал за свой счет дополнительное оборудование, а конкурент этого не делал. И получалось, что человек, который добропорядочно участвует в конкурсе, берет на себя обязательства, он не несет дополнительные затраты. Становится в менее выигрышную позицию. То есть, некоторые просто не участвуют в конкурсах, специально зная вот эту ситуацию. И человек, который в конкурсе не участвовал, он, тем не менее, поехал работать по тому или иному маршруту, может быть, самостоятельно выдуманному. На сегодняшний момент законодательство не позволяет ограничивать. Возможно, законодательство разработано, чтобы такого не было. То есть, у нас получается, что человек, у которого есть автобус, он захотел, сел и поехал. Он поехал. На цензию получил и поехал. Разрешите, я подробно по этому вопросу, может, более подробно. Правда, Александр Викторович, он действительно совершенно прав. Есть такая проблема. Значит, у нас, как я говорил, что 30 мая принят новый областной закон. До этого был принят областной закон в 99-м году. Значит, и в целях исполнения областного законодательства в сфере пассажирских перевозок, значит, областным правительством, по инициативе областного правительства, значит, была принята статья, которая предусматривала за отсутствие как раз договорных отношений, то есть договора, да, и осуществления перевозочной деятельности. Хочу отметить, что, да, действительно, на федеральном уровне это правовой пробел. Федерального законодательства, регулирующего перевозки пассажиров автомобильным транспортом, он отсутствует. Ну, какая ведется работа со стороны областного правительства, я позже немножко остановлюсь. Значит, и кодексом административной ответственности, соответственно, не предусмотрена никакая ответственность за отсутствие договора. Значит, в 2010 году по инициативе областного правительства была принята статья, которая предусматривала административную ответственность до 1 миллиона рублей. Значит, совместно с сотрудниками автодорожного надзора, госавтоинспекции, муниципальными образованиями, значит, в течение полутора лет велась такая работа, то есть организовывались рабочие группы, выезжали и работали. Значит, и была положительная действительно практика, ни одного судебного решения не было отменено. Значит, были в отношении должностных лиц, это индивидуальных предпринимателей, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров, это штраф был 50 тысяч в отношении юридического лица, миллион рублей. Все штрафы вступили в законную силу. Значит, хочу отметить, на территории Котловского района все нелегальные перевозчики, они прекратили свою деятельность. Да, действительно, ввиду того, что большое количество в городе Архангельске, значит, таких незаконных перевозчиков, ну, было, они остались, ну, скажем так, был рычаг воздействия. Значит, в связи с изменившейся судебной практикой Верховного суда Российской Федерации, значит, в 2012 году данная норма была отменена по одной простой причине, потому что, по мнению Верховного суда Российской Федерации, в сфере пассажирских перевозок субъект не вправе устанавливать административную ответственность. То есть, закон есть регулирующие нормы, да, то есть, ответственность не вправе устанавливать. Значит, нами, областным правительством, то есть, агентством по транспорту, совместно с правовым департаментом правительства была проведена большая работа по подготовке законодательной инициативе. Значит, законодательная инициатива заключалась в том, чтобы ужесточить санкции по статье, предусматривающие грубые нарушения лицензионных требований, это статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Значит, и, соответственно, наделить органы исполнительной власти как субъекта, так и органов местного самоуправления, наделить полномочиями по составлению административных протоколов. Значит, данная законодательная инициатива была рассмотрена в Комитете по транспорту Государственной Думы, но, тем не менее, дальнейших каких-либо движений, изменений в законодательство внесено на сегодняшний день, пока нет, да, не внесено. Но, тем не менее, она полностью не опровергнута. Данная наша позиция. Значит, следующее. Мы также совместно с правовым департаментом подготовили в адрес президента Российской Федерации обращение о скорейшем принятии федерального закона, то, что Александр Викторович говорил, который в 2007 году, значит, был принят в первом чтении, в 2012 году, в ноябре, значит, в новой редакции снова принят другой закон по региональным перевозкам, межрегиональным перевозкам, значит, при обсуждении данного закона проекта было очень много пожеланий и изменений. На сегодняшний день Комитет по транспорту Российской Федерации в Госдуме, они работают, и в том числе Министерство транспортной Российской Федерации, они работают над тем, чтобы включить в этот законопроект перевозки не только по межрегиональным маршрутам, но и по муниципальным, и межмуниципальным маршрутам. Значит, такая работа, она ведется. В первом чтении законопроект принят. Также нами было направлено обращение в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя правительства о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации, которое регулирует нормы выдачи лицензий. На сегодняшний день я не хочу сказать, что на федеральном уровне эта работа не ведется, она ведется, но, скажем так, на сегодняшний день мы в ожидании того, что данные нормы, они будут приняты. И нас услышат на федеральном уровне, потому что данная проблема, она не только в Архангельской области существует, она существует во всех субъектах Российской Федерации. Так называемые незаконные перевозчики, они осуществляют такую деятельность. Да, действительно, это бич, скажем так. Понятно. То есть, получается, что пока федеральное законодательство или практика его применения не изменится, мы ничего не можем с этим поделать? И, де-факто, ни областные, ни городские власти не могут повлиять? Нет, я не хочу сказать, что мы ничего не можем сделать. Как сказал Андрей Анатольевич, в рамках договорных отношений это раз. Во-вторых, с помощью федеральных органов исполнительной власти, это автодорожный надзор, госавтоинспекция, значит, авиационного надзора в сфере безопасности по транспорту, то есть они являются органом контроля и надзора, именно регулирующего в сфере транспортной безопасности, в том числе они регулируют правоотношения и исполнение законодательства и со стороны автомобильного транспорта. То есть мы только общими усилиями можем сдвинуть этот камень преткновения, даже на сегодняшний день, я так пока полагаю, то есть мы не должны спать под шапкой, мы должны принимать какие-то меры, только совместно, благодаря совместным усилиям. — Понятно, спасибо большое. И Сергей Владимирович Сергеевский, специалист Орко-отдела Федерации профсоюзов Архангельской области, немало сегодня все говорили про участников процесса, про водителей и про кондукторов, происходят тоже какие-то движения в сфере, в среде общественности, занятых в перевозках, были разговоры о забастовках перевозчиков и так далее. Вот, пожалуйста, Ваш комментарий к ситуации. — Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые коллеги. Здесь мы на самом деле обсуждаем очень щепетильный вопрос, который у нас стоит уже давно. Как уже сказали, в 90-х годах у нас проблема с общественным транспортом сталкивалась довольно-таки серьезно, когда на самом деле не было транспорта, чтобы перевозить людей, обеспечивать доступность, возможность перемещения людей в различные учреждения доставлять на работу. Была определенная угроза того, что то или иное учреждение, здравоохранение либо образование, останется просто без людей, которые могли в нем осуществлять работу. Так вот, времена меняются, все прекрасно знаем, видим, не стоит ничего на месте. Сейчас у нас достаточное количество перевозчиков, как уже сказали мои коллеги. И, соответственно, по этому поводу хочется сказать, что надо как-то меняться. Проблема не есть на сегодняшний день, и основная проблема – это, я считаю, оплата труда. Почему оплата труда? Потому что все-таки оплата труда персонала, работников, на сегодняшний день складывается с выручки. В основном большинство предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, акцентируя внимание на том, что если ты хочешь зарабатывать, вози, твоя зарплата будет составлять определенный процент. Что делать в таких условиях водителю и кондуктору? Начинаются гонки, начинается борьба у нас за пассажира. А это мы часто видим, когда у нас час пик заканчивается, у нас начинается, так скажем, спокойное время, это будни, это примерно с 10 часов утра и до 4, когда автобусы ходят у нас незаполненные, недостаточно заполненные, и идет борьба, гонки у нас за пассажиров. Вот нам аварийность на дорогах, вот безопасность движения, вот у нас травмы, люди, как уже сказано, падают в салонах, на лежачих полицейских, автобусы тормозят, резко мы получаем весь этот вал негатива со стороны как людей, жителей нашего города, так и со стороны водителей и кондукторов. Вы думаете, что водители и кондукторы тоже довольны такими условиями? Я вас уверяю, конечно же нет. Следующая проблема, которую у нас здесь до меня озвучивали, это режим труда и отдыха водителей. Конечно же, сейчас водитель и кондуктор приходят на работу с утра, в 6 утра и работают, так скажем, и до 10, и до 11 вечера. Да, графики как-то сдвигаются, но режим работы, он очень тяжелый. Опять же, если ты хочешь зарабатывать, пожалуйста, ты можешь выйти, графика работы, да, космос, 2 через 2 в основном сейчас у нас работают водители и кондукторы. Если ты хочешь заработать, выходи, подрабатывай. То есть ты можешь также выйти свободно на свое предприятие и работать, например, не 2 через 2, а 3 через 1. А некоторые работают, есть факты, да, работают и 5 дней через 2. Представляете, какая усталость накапливается? А что делать, если люди поставлены в такие условия, чтобы им заработать? Вот, соответственно, гонка за заработной платой, нарушение режима труда и отдыха приводит к этим печальным последствиям. Да, существует профсоюз на предприятиях. Вот у Александра Викторовича есть профсоюзная организация, есть еще профсоюзная организация на нескольких коммерческих предприятиях. Да, стараются подписываться графики сменности. Как-то с нашей стороны, со стороны профсоюзов вестись контроль, общественный контроль, да, за соблюдением этих норм. Но сегодня ситуация такова, что большинство наших перевозчиков, большинство перевозчиков, да, 44 маршрута, 31 перевозчик, не имеет профсоюзной организации, там нет просто профсоюза, и контроля общественного с этой стороны нет. Да, что же говорить в дальнейшем о графиках, да, как все-таки жители нашего города жалуются на проблему соблюдения графика. Но вот согласитесь, опять же идет привязка к оплате труда водителей. То есть, как правило, у нас большой пассажиропроток идет вечером, до вечера, до 8 часов вечера. Потом резко пассажиропроток у нас падает. Все прекрасно понимаем, мы ездим мало, и пассажиропроток уменьшается. Зачем человеку, водителю, да, почему я так уверенно говорю, потому что сам бывший водитель автобуса, с 2004 года я работал на автобусе, и знаю эту ситуацию немножко изнутри, да. Зачем мне работать, грубо говоря, до 11 часов вечера, как у меня идет график, и перевозить пассажира, если я могу отработать до 8-9 часов, заработать основную массу причитаемых денежных средств, и уйти с маршрута. То есть, спокойно сошел, уехал домой, да, это дисциплина, опять же. И, опять же, это привязывается к оплате труда. Дальше, по кадрам. К сожалению, на сегодняшний момент складывается такая ситуация, что те люди, те водители, те профессионалы, которые работали в конце 90-х, в начале 2000-х, в том же муниципальном предприятии, АПА-1, они уходят. Старение происходит нашего населения, профессионалы уходят, приходит молодежь. Давайте посмотрим об обучающих программах, которые учат водителей автобусов, как происходит обучение. Это, ладно, вот водители обучили, но это только теория, небольшие навыки вождения, да. А когда он приходит на работу на муниципальные перевозки в нашем муниципальном образовании, ему же надо, его надо отстажировать. Проблема стажировки водителей сейчас тоже стоит наиболее остро. То есть водителя нужно не просто подготовить, научить каким-то элементарным знаниям открывать, закрывать двери, как везти автобус, но и соблюдение графиков, смотреть за пассажирами, которые заходят и выходят с автобуса. Да, у нас участились случаи падения пассажиров при посадке, опять же, в общественный транспорт. Она стоит у нас сейчас. На это тоже надо следует обратить внимание. А именно при стажировке можно водителя научить как-то внимание обращать на данную ситуацию. Будучи, да, когда я пришел водителем автобуса, опять же, из прямого опыта своего могу сказать. Я пришел, у меня уже был стаж три года на грузовом автомобиле и придя на автобусное предприятие, я еще неделю стажировался водителем автобуса. Меня не допускали для перевозки пассажиров. Сейчас, как правило, молодой человек приходит, у него есть водительская категория, он садится за автобус, поехал там по гаражу пару раз, прокатился, потом посадили на следующий день его к водителю, имеющему маршрут. Да, вот он проехался по маршруту, показал, где какие остановки, и все. Дальше в следующий день он, как правило, сам ездит самостоятельно. Проблемы на самом деле большие у нас. И решить, как уже говорили мои коллеги до меня, возможно, только общими усилиями. Как же это возможно? Ну вот, мое мнение таково, что вот у нас сегодня, да, есть такое положение о порядке проведения конкурса на право заключения договоров. Мы о нем вот не сказали. И вот здесь вот, в этом положении есть несколько пунктов, на основании которых, да, переводчик может, выиграв этот конкурс, набрав большее количество баллов, может заключить, иметь право заключить договор, да, с представителями муниципального образования. Так вот, самым, здесь пунктов не так много, их всего семь. И один из пунктов, самый большой, что предоставляет право перевозчику, да, бонусы, баллы вот эти повысить, это срок работы на маршруте. То есть, если он работает от года до трех лет, ему дочисляется 10 баллов. Если с трех до шести лет, 16 и более шести лет, 19. Все остальные балловые характеристики, которые в этом положении прописаны, они минимальны. Максимальное количество 5 баллов. Все. Даже нарушение правил дорожного движения и безопасности всего лишь 5 баллов. снятие. Уважаемые коллеги, ну это же несправедливо. Давайте собирать комиссию, проработаем этот вопрос и за счет вот этого положения будем проводить регулирование. Все возможно. Вот. Это мое предложение по поводу того, как можно решить, да, вот на сегодняшний день эту проблему. Потому что есть ротация, в этом положении написано, что максимальное количество можно, да, на какой срок может заключен быть этот договор, это 5 лет, или 5 или 6 лет, да, то есть, соответственно, когда этот срок будет заканчиваться, можно провести повторный, да, конкурс на право перевозок и уже на основании новых каких-то предложений, новых вот таких пунктов, да, уже оценить возможность работы того или иного перевозчика на маршрутах города. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Очень хорошо, что мы перешли от констатации фактов уже к каким-то конкретным предложениям по их решению. Я сейчас хотел бы передать слово в зал для коллегам-журналистам, для их вопросов. После этого мы выйдем из прямого эфира и можно будет продолжить нашу беседу за круглым столом. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Да, Нелли. Всем добрый день. Нелли Хабарова, Дина Интон. Вот вы озвучили очень много проблем в связи с пассажирским перевозком. У каждого своя беда. И я так поняла, что для решения многих из этих проблем нужно повышение тарифа. Оно возможно только либо с помощью увеличения проезда, да, стоимости проезда, либо если будут дотации из областного бюджета. Понятно, что повышать тарифы, повышать стоимость проезда себе дороже, потому что люди все равно будут выходить на улицы и бунтовать. А вот почему нельзя, ну это, наверное, вопрос коллегу Владимировичу, скорее всего, почему нельзя в эти дотации не ближе от Кумины, как раз на майской сессии областного собрания депутатов, именно эта поправка, касающаяся дотаций. Если, понятно, бюджет дефицитный, но 13-й там уже во всех городах дефицитный регион. Спасибо, я вопрос понял. Значит, что касаемо тарифной политики. Тариф обоснованный. Значит, хочу заявить официально. Значит, он обоснованный на основе тех документов, которые предоставлены перевозчиками в агентство по тарифам и ценам. Значит, на сегодняшний день обоснованный. Значит, что касаемо больших автобусов. Больших автобусов. По мнению агентства по тарифам и ценам, значит, посмотрев экономику, да, значит, там сделан вывод, что убытки возникли не от регулирования тарифов, а от организации работы. Значит, я просто хочу сказать то, что где у нас эти лиазы на сегодняшний день ездят? 22-й и 44-й маршрут. Ну, девятка. Значит, на 22-м и на 44-м маршруте, помимо муниципальных автобусов, помимо муниципальных, их там 15, да, ездит, Александр Викторович? Значит, ездят еще другие автобусы, частных перевозчиков. Их более 30-ти. Вот эта выручка. Вот она где, понимаете? То есть, а почему не организовать транспортное обслуживание больших автобусов в центре города? То есть, вот они деньги, вот она экономика. Ну, то есть, это один из моментов. Значит, что касается субсидий, значит, я думаю, что по тарифам я ответил на вопрос, да? Значит, что касается субсидий, значит, то, что Андрей Анатольевич сказал, Логотская область. Да, действительно. Но эта субсидия, последняя, в Логотской области, предоставлялась в 2012 году. Значит, и предоставлялась она не по убыткам, а на перевозку на социальных, скажем так, маршрутах внутри либо города, либо перевозку студентов, пенсионеров, возмещения убытков. Для льготников. Для льготников. Вот эта субсидия не 700, а 600 миллионов. На сегодняшний день, значит, по субсидиям в Логотской области, значит, никаких субсидий не предусмотрено. Значит, что касаемо, допустим, тарифа, да, я вам просто скажу. Республика Карелия 20 рублей, Коми 20 рублей, Вологодская 20, Мурманская 19, Новгородская 20, Псковская 18, Калининградская 15, значит, и Санкт-Петербург 25. Мы видим Вологодскую область, Санкт-Петербург, Пазиков там вы не увидите. Это один вопрос. Второй вопрос. По поводу субсидий. Карелия субсидий нет, Вологде субсидий нет, значит, Калининградская область, Санкт-Петербург, также субсидий нет. Кому платятся субсидии? Я беру Северо-Запад, да, это все обоснованные тарифы и, значит, расчеты. Значит, Республика Коми предоставляют субсидии Мурманская область, Новгородская и Псковская, но предоставляют субсидии перевозчикам на межмуниципальных маршрутах. Что такое межмуниципальный маршрут у нас в Устьянском районе? В Пинежский район, где власть должна обеспечить транспортное обслуживание населения, а ездит, ну, две-три бабушки, мы их обязаны перевезти. Вот это убытки. В городе убытки у нас неоднократно, значит, были на комитете по транспорту в областном собрании депутатов по данному вопросу в августе месяце совещание. Значит, муниципальному предприятию, ну и, соответственно, мэрии было поручено предоставить в агентство по тарифам и ценам обоснование. Вот то, что говорят. Говорить можно много, но предоставьте документы. Значит, и еще один момент. Значит, общаясь, говорю, как я уже говорил с коллегами в других субъектах, да, прежде чем показать, надо обосновать. То есть, сколько вы перевезли? Санкт-Петербург, Пермь, Ярославская область, да? А давайте мы, чтобы обосновать эти, скажем так, убытки, да, и показать власти, что да, есть эти убытки, давайте мы введем электронную оплату проезда. Безналичная оплата. И всем все будет прозрачно. И никто не будет иметь ни кондуктор, ни перевозчик, не будет иметь две рулетки, три рулетки, которые не учитываются нигде. Давайте мы введем, то есть, вопросов нет. И это будет в целях улучшения качества и, скажем так, повышения уровня, да. Потому что в том же Санкт-Петербурге за наличку дороже, да, можно проехать в Москве, в других странах, то же самое, разница она. То есть, ну, зато будут перевозчики вправе. Я не хочу сказать, что мы не на стороне перевозчиков, мы не на стороне, мы понимаем, да, растет топливо, мы полностью всегда поддерживаем и в агентстве по тарифам и ценам, ходим на коллегию, когда вот выждается, ну и всегда поддерживаем агентство по транспорту наших перевозчиков. Но, тем не менее, к сожалению, вот такая ситуация на сегодняшний день. Ну да, я думаю, что во всех регионах Северо-Запада, по крайней мере, ситуация-то примерно одинаковая, а вот ощущение такое, мое субъективное ощущение, что почему-то у нас хуже всех выглядит сфера транспорта. Нам надо совместно договариваться и обсуждать эти вопросы. И что касаемо, ну, я говорю, то есть вот то, что мы говорим, Илья Владимирович говорил, да, безусловно, на сегодняшний день проблема. Можно обязать перевозчика и внести в положение проведения конкурса, можно заоблачные требования внести, да, и зарплату там не менее 60-70 тысяч установить, да, и он выиграет в конкурсе, да, вот он установит, а завтра он платить не будет. Безусловно, можно это обязать перевозчика сделать вот это, вот это, вот это, но, тем не менее, как-то вот надо совместно решать и выходить на федеральный уровень. А что, Миша, я уже сделал? Мы вышли, я уже, ну, как бы я ранее говорил, да, то есть... Вы, не все же вместе, вот, например, Вера Саватина говорила, что редко собираетесь к таким, например, системам. Ну, разрешите, то есть мы совместно с каждым перевозчиком, к сожалению, с Верой Саватиной тоже общаемся по работе, потому что она и к нам приходит, да, по межмуниципальным маршрутам. Но в основном создана ассоциация автотранспортников. Вот с Александром Викторовичем мы на постоянном контакте и на телефоне, то есть знаем о всех проблемах, он знает, что нами делается со стороны областного правительства, да, но я полагаю, что и со стороны мэрии он тоже знает, владеет всей ситуацией, естественно. То есть тут мы совместными усилиями, мы ведем такую работу. Спасибо, Олег Владимирович. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, хочу поговорить. Я просто комментирую, Олег Владимирович, я присоединюсь к Вашим словам. Двину руками поддержу вот переход на электронные билеты. Да, это было проще и понятнее, и учет проще было вести, и экономия определенная по кондукторам, это условно было, но тогда вот на это можно субсидии, точнее, потратить, вот чтобы на обеспечение, на всех участников рынка, вот закупка оборудования, вот этого электронного, это, наверное, был бы шаг вперед, вот как маленький промежуточный. И потом, может, еще вот комментарии коллегам, которые выступали. У нас есть жесткое правовое поле и городские законы, правила, пользуя общественным транспортом, и федеральные законы. Вот правила, городские законы висят в каждом автобусе, ведь кроме торможения резкого гонок, есть элементарные ежедневные нарушения, массовые нарушения, от которых почему-то мало кто особо реагирует. Но каждый третий, каждый четвертый автобус, водитель автобуса, он курит во время движения, без перегородок. И я, например, сам сколько раз, представляете, иногда езжу на автобусе, когда делаю замечания, большинство водителей, они нормально реагируют, но некоторые вот прямо, грубо говоря, едут в занозу, таких я заявляю, потом через долгую процедуру материали не наказываются. Этот вот от кого зависит. У меня такое ощущение, что мы на своем уровне вопросы обсуждаем, что-то решаем, что-то тяжело решается, а вот часто, к сожалению, часто все зависит от водителя и от кондуктора. Вот как они там решат, так и все. Вот у нас тут своя свадьба, а у них тут своя свадьба. И то, что вот экономика впереди идет, впереди всего остального, и сервисы обслуживания, ну и 10, 12 часов, 14 часов водители работают. Представляете, это же огромная бомба замедленного действия. Вот случится, не дай бог, что-то вот форс-мажорная какая-то авария, что водитель заснет за рулем и пострадают люди. И тогда включится со всей жесткостью, как и у Внукова, и федеральные законы, и крайний найдут, и так далее. У нас есть для водителей четкие федеральные законодательства с медицинских точек зрения. Восьмичасовой рабочий день, все, и через 4 часа он должен отдыхать обязательно. Но нет этого, это грубо нарушается. Прежде всего, я с Александром Викторовичем соглашусь, что права поддерживать, защита интересов перевозчиков, в первую очередь защита интересов гражданам должен делать, а все остальное вторично. Вот не дай бог случится, а это же может случиться, это в любой день может случиться. И это никто не контролирует. И с другой стороны, вот 60 тысяч вы озвучили, вот несколько коллег здесь, 60 тысяч. Для сравнения, мы на последней сессии делали реорганизацию отделов мэрии, замом мэра по городскому хозяйству, службу и департамент городского хозяйства. И вот внимательно смотрели заработные платы специалистов с высшим образованием, которые по разной классности выполняют определенную важную работу от 18 до 30 тысяч рублей. Люди, которые выполняют важную, нужную муниципальную работу. Я, как профессиональный строитель почетной сети России, знаю, что для средних предприятий города и области, для тех, кто работает в белую, а я только это говорю, средняя зарплата в Архангельске сейчас 25-40 тысяч рублей. Конечно, можно просто сесть на голову и городу, и области, ну, свесить ноги и говорить, что мы будем 60 или 80 тысяч, а других вариантов нет. Но, впрочем, мэрии две или три группы выпускников какого-нибудь училища с ними договор обучить с гарантиями за три года, чтобы они отрабатывали и работали здесь на городских муниципальных объектах. А так это просто... Спасибо, Владимир Владимирович. Если можно, потом можно ответить на вопрос. Сейчас мы журналистам передаем вопрос. Тогда, пожалуйста. Владимир Павловский, газета «Архангельский», «Дом-12». А подскажите, пожалуйста, условия конкурса на муниципальные перевозки, кто устанавливает? Я отвечу. Условия конкурса, установленные положением проведения конкурса, утвержденное Архангельской городской думой. Когда разрабатывалось это положение в 2010 году, собирали, как правильно назвать, открытые обсуждения. Было это все. Этот проект печатался в газете. Приглашали перевозчиков, в частности, просили от них какие-то предложения. И на основании этих всех материалов, конечный продукт, так скажем, положение было уже на сессию депутатов. Судя по озвученным положениям, которые говорил Сергей Владимирович, этот проект, эти правила, они стимулируют уже устоявшихся перевозчиков, то есть лоббируют их интересы. То есть те, которые у нас с года в год, определенные люди, определенные перевозчики осуществляют эти перевозки, они оказываются в выигрышном положении. И он совершенно не стимулирует улучшение качества обслуживания. Он совершенно не стимулирует дорожно-транспортную обстановку и так далее, так далее. Условия труда водителей. Так может быть проще, понимаете, поменять правила, и тогда перевозчики будут по-другому относиться. Они знают, что я пять лет отработал, я все равно этот маршрут возьму. И мне абсолютно все равно. ДТП, правила. И еще один вопрос, это уже к перевозчикам. Скажите, а неужели это такие большие затраты, консенс, например, маршрутов для водителей, кондукторов, установить туалеты? Большие. Большие? Не установить, а содержать. Ну, установить. Затраты достаточно приличные, и они связаны не только с тем, чтобы элементарно убирать и продолжать их содержать, но и вопрос охраны. А тогда у меня вопрос к представителям мэрии. А убирать за водителями и кондукторами, которые ходят в кусты или за палатки, справлять нужду, это как? Вы штрафные санкции какие-то предъявляете вообще? Спасибо. Давайте дадим Андрею Анатольевичу возможность ответить. Когда человек ходит в кусты, так скажем, я могу с вами согласиться, что это, мягко говоря, нехорошо. Вот, естественно. Поэтому сейчас в мэрии, в департаменте градостроительства разработана так называемая дорожная карта, по которой в течение определенного времени будут выделены участки для установки этих туалетных кабин, подготовлена смета для покупки, для приобретения и дальнейшего содержания этих кабинов за счет мэрии города. Но вот эти вот средства, опять же, пойдут из бюджета. Извините, эта проблема возникла вчера? Нет, эта проблема не вчера. А почему на протяжении последних 10, 15, 20 лет она как-то не решалась? Нет, она решалась в той или иной степени. Во-первых, у нас, так скажем, большая часть конечных остановочных пунктов, там есть какие-то точки. То есть, общепит, куда ходят те же водители и кондукторы аппетации. Это у нас тоже ЖД вокзал, морской вокзал, есть туалеты платные, автовокзал. Вопрос в том, что не хотят платить денежку-то не перевозчики причем, а сами кондукторы и водители. У нас был такой прецедент в свое время. На Силикатном, там предприниматель, содержащий киоск, павильончик, она предложила, говорит, давайте я поставлю туалет и пускай ходят за определенную денежку. Я, говорит, дорого брать не буду, но пускай ходят водители и кондукторы туда. Да, чтобы содержать чистый, вот чистый там все это, мы провели совещание с перевозчиком. Перевозчики согласились выделять там необходимую сумму, чтобы как минимум два раза в день там за смену сходил кондуктор, два раза водитель. Что получалось? Денежку в карман, а сам в пустые опять. На этом все и закончилось. Через месяц предприниматель сказал, у меня, говорит, два раза только сходили, и то местные, говорю. Ну, есть же муниципальные, еще и муниципальные, а есть же еще и органы власти, которые не контролируют. А можно еще добавить небольшой? Если бы его в пустах по разу стропанули по полной программе, он бы... Понятно, это нарушение общественного порядка. По поводу, что касаемо туалетов, мне бы хотелось добавить, у нас есть такое архангельско-областное трехстороннее соглашение, подписанное на уровне профсоюзов, работодателей и области. В нем прописано, что обязанности содержать социально-бытовые нужды возлагаются на работодателя. Здесь это прописано. Поэтому говорить о том, вот вы говорите о том, что, да, уважаемый Андрей Анатольевич, что в бюджет закладывается определенная сумма... Пока еще не закладывается, пока она просчитывается. Ага, просчитывается, планируется, да. Вот посмотрите, ведь никому не секрет, что на конечных у нас остановках не один перевозчик, их несколько. Почему бы нам совместно не привлечь, опять же, наших уважаемых перевозчиков и всем миром скинуться на этот злосчастный туалет? Ну, потому что, ну, на самом деле, когда женщина, у нас кондуктор идет в кусты, ну, это неправильно это. Ну, не должно быть у нас так. Мы же цивилизованное общество. Мы разве не можем скинуться и договориться о том, чтобы взять эту проблему под свой контроль? У нас 44 перевозчика, вы говорите, и одно муниципальное образование. Так давайте мы соберем всех и скажем, ребята, давайте мы на ключевых точках экономия, там, силикатные, еще где-то сделаем такие условия для водителей и для... Можно мне большую бумагу? Да, пожалуйста. Во-первых, возлагать эти обязанности на перевозчиков не совсем правильно. Перевозчик работает, может работать. Сегодня на одном маршруте, после конкурса он в другом. С одной стороны, вроде бы хотел позаботиться о своих сотрудниках, а деньги пойдут либо на другого, либо вообще, возможно, никуда. Во-вторых, конечные разворотные площадки – это инфраструктура города. То есть я считаю, и я думаю, что большинство перевозчиков поддерживает мое мнение, что инфраструктуру города должен развивать город. И потребность в этих туалетах, она существует не только для наших сотрудников. Она и будет востребована и жителями, или изжигающих домов и так далее. Что касается перевозчиков, то перевозчики платят налоги. То есть это уже сделано, по сути. То есть я считаю, что так. Что касается улучшения условий труда сотрудников, мы только за, конечно. Я все-таки, знаете, интересно вмешивался в беседу. И вот как бы, не знаю, у меня сложилось такое мнение в заключении всего нашего разговора, что нашим перевозчикам, чего ни говори, они все отвергают абсолютно. Они ни одного предложения не приняли. Я с 2000 года работаю в инспекции. И вот эта картина, она всегда такая. Вот я соглашусь полностью с Сергеем Владимировичем, да, вот с профсоюзами с нашими, что вот условия конкурса надо пересмотреть. Вот этими условиями конкурса мы создали вот эту картину. Когда на самом деле они переходят каждый год, там, следующий год, все одни и те же перевозчики. Поднимите, значит, работу нашей ассоциации автотранспортников. Вот я знаю, что она вроде как и существует, но на самом деле перевозчики туда не тянутся. Потому что одни и те же, они как бы у руля и диктуют вот эти условия. Вот я сегодня вот абсолютно не согласен. Александр Викторович, даже на условия работы, которые они должны создать, как работодатели для своего работника, на территории предприятия, присутствуют. У вас особые условия работают. Особые условия. И эти особые условия вы обязаны, обязаны учитывать. И вы должны создать условия, в том числе, и вот, куда будет ходить ваш водитель или кондуктор в туалет, извините меня. Спасибо. Спасибо, Илья Владимирович. Коллеги... С этим вопросом, сколько лицензий опозвано перевозчиков в городе Архангельске, конкретно за период с 2000 года работаете. А хорошо, у меня встречный вопрос. А что вы под этим понимаете и... Ну, за нарушение, за какие это в соответствии с законодательством. Нарушение законодательства в плане чего? Которое позволяет отозвать лицензию как крайняя мера. На сегодняшний день отозвать лицензию контролирующий орган, по сути, не может. Она отзывается только тогда, она не отзывается. Приостанавливается в действии лицензий. Когда принимается решение судом, если перевозчик совершил грубое нарушение. Но мы сегодня... Но инициировано судебных процессов. Сегодня мы говорим не о том, понимаете. То, что вы подразумеваете, оно к этому разговору практически не относится. Почему? Потому что контролирующий орган, в частности наш, да, мы работаем в первую очередь на обеспечение безопасности перевозок. И вот сегодняшняя беседа, она не совсем напрямую нас касается. Поэтому лицензию мы отзываем... Я бы не хотел просто занимать время, вот сейчас вот. Лицензия, она отзывается не по тем... Вот они, значит, не обеспечивают безопасность, нарушение режима труда и отдыха и так далее. Вот эти вопросы, да, напрямую касаются. И они могут в итоге потом повлечь как раз... На сегодняшний год два прецедента есть. Есть два прецедента. За какой период времени? Ну, вот последнее на 60 дней у индивидуального прецедента. Я не веду за какой период эти два прецедента. За 10 лет, за 5 лет? За год. За год, за этот год. Спасибо. Коллеги, господа журналисты, еще вопросы, пожалуйста. А можно, Олег Владимирович, еще уточнить несколько статистических цифр, которые он приводил? В целом, по Архангельской области сколько пассажирских автобусов эксплуатируется? По Архангельской области? Я сказал, то есть сейчас надо полностью вам сказать, то есть... Нет, нет, просто вы сказали там некоторые цифры, чтобы в сопоставлении понять, как бы... Ну, разрешите то, что касаемо о количестве автобусов, да, значит, это необходимо запросить каждое муниципальное образование. То есть вы не располагаете такими данными? По муниципальным образованиям нет. А конкретно по Северодвинску вы приводили данные по автобусам, пазикам и большим автобусам. Соотношение, все-таки, сколько в Северодвинске эксплуатируется автобусов? По Архангельской есть статистика, как бы она открыта? По Северодвинску сколько там пазиков, сколько больших автобусов? Значит, на сегодняшний день Лязов там эксплуатируется большого класса 14. Приобретено новых МАЗов 8. Это в конце прошлого года. Значит, до повышения тарифа, да, который вот установлен сейчас, на сегодняшний день. Ну и планируется сейчас еще 4 автобуса. Это понятно, пазиков сколько в соотношении? Ну, соотношение, наверное, приблизительно, может, пазиков чуть больше. Где-то вот, ну, примерно... 21 городской маршрут, 5 перевозчиков. Ну, для города Северодвинска, наверное, один перевозчик. Да, муниципального предприятия в Северодвинске, эксплуатировавшего большие автобусы, как сложилось в итоге? Не большие. Это судьба не потому, что они эксплуатировали большие автобусы, а это, скажем так, судьба началась еще в начале 2000-х лет. Вот муниципальное образование их субсидировали, субсидировали. Но это можно привести, пример, то же самое, как было муниципальное предприятие ДАПАП-1 и ДАПАП-2. Тоже было муниципальное предприятие, оно тоже было обанкрочено. То есть тут, я так полагаю... То есть сравнивать ситуацию в Архангельске и Северодвинске нельзя? На сегодняшний момент? На сегодняшний момент нет. То есть, как бы говорить. Но, тем не менее, я просто хочу сказать то, что они двигаются вперед. Есть движение вперед. И в Архангельске тоже у перевозчиков есть, конечно, стремление вперед. И я говорю, мы общаемся всегда на эту тему. Но, тем не менее, на сегодняшний день это критическая точка, которую надо преодолевать совместными только усилиями. Спасибо, Олег Владимирович. Наше время в эфире истекло. Мы прощаемся с нашими телезрителями, с теми, кто смотрел нас на телеканале ПС.